Доброго времени суток! Эфир нашего телеканала продолжает информационный еженедельник о спорт, со страниц которого сегодня вы узнаете. Одесский женский баскетбольный клуб Интерхим уступает на своей площадке еще одному прямому конкуренту в борьбе за медали чемпионата Украины. А в Одесское с Дюшор имени Бориса Литвака прошел тур доигровок в первенстве всеукраинской юношеской баскетбольной лиги среди воспитанников 2003 года рождения. Заренские Балканы завершают второй сбор поражением от лидера дивизии чемпионата Молдовы команды «Шериф-2». В зимнем первенстве Одессы по футболу были сыграны поединки второго тура финального этапа. Обо всем этом мы и предлагаем поговорить в ближайшие 15 минут. В напряженном графике одесского баскетбольного клуба Интерхим с Дюшор имени Литвака с трудом удается найти окно для проведения игр внутреннего чемпионата. После двух тяжелых матчей Балтийской лиги в Литве против Судовы, которые одесситки дважды уступили, и перед не менее тяжелыми поединками той же лиги 19 и 20 февраля в польском городе Торунь против местной энергии, Ирина Щипакина и ее подопечные заглянули в родную Одессу, где 15 февраля провели встречу с киевским Тимскуф. Игра проходила в будний день в 15 часов дня, и тем не менее немало болельщиков пришли поддержать одесситок в противостоянии с одним из прямых конкурентов в борьбе за медали чемпионата Украины. Первая половина встречи прошла в равной борьбе, гости вырывались вперед, одесситки их догоняли, и время от времени даже выигрывали с небольшой разницей. И все же на большой перерыв в сатусе лидера ушли столичные баскетболистки, а выигравшие первую половину матча со счетом 35-26. В третьей четверти игрокам Тимскуфа удалось развить свой успех, доведя свое преимущество до 16 очков. Однако при поддержке трибун Интерхим воспрял духом, и на 38-й минуте дальний бросок от Ольги Сиваковой сократил разницу в счете до минимума 63-64, но добиться большего одесситки не сумели. Тимскуф провел концовку мощнее и одержал победу со счетом 70-63. Лучшим бомбардиром встречи стала кевлянка Мириам Уронили, которая набрала 24 очка, сделав к тому же 14 подборов. В составе Интерхима Ольга Сивакова принесла в копилку клуба 16 очков, а Кристина Карп сделала дабл-дабл 14 очков плюс 11 подборов. После отчетной игры одесский Интерхим Дюшор имени Литвака имеет пять поражений при 11 победах, но все равно достаточно уверенно держится на третьем месте после столичных авангарда и Тимскуф. Следующую игру чемпионата Украины одесситки проведут 25 февраля в Венеции, сыграв против местных венецких блысковок. Продолжаются матчи второго этапа первенства всеукраинской юношеской баскетбольной лиги среди юношей 2003 года рождения. 14 лучших команд из предварительных подгрупп составили группу 1 и понемногу доигрывают матчи до двух полных кругов. Встречи проходят в разных городах по принципу стенка на стенку. Один из таких туров состоялся в Одесской Дюшор имени Бориса Литвака. В гости к хозяевам площадки воспитанникам тренера Владислава Янаки из Дюшор Литвака и их соседей, старых друзей соперников из Южненского Химика, приехали команды Ровенщина ОСДюшор и Киевская СДюшор КСЛИ. В два первых игровых дня представители баскетбола Одесской области синхронно одержали по две победы. Одесситы выиграли у киевских лицеистов 65-31 и у юношей из Ровно 69-34. Воспитанники Сергея Пинчука из Южненского Химика победили Ровенщину со счетом 52-47 и с Дюшор КСЛИ 55-41. Но ближе к завершению тура нашим гостям удалось немного обострить интригу в туре. Ребята из Ровно в напряженной борьбе сумели переиграть южненскую команду со счетом 46-37. Впрочем, остальные матчи все-таки принесли преимущества командам Одесской области. Химик во второй раз выиграл у киевлян 47-31, а одесситы подтвердили свой статус лидеров и повторно победили как КСЛИ 63-28, так и Ровенщину 58-41. В итоге команда с Дюшором Литвака выиграла все четыре встречи и заработала 8 очков, а ее представитель Максим Артюхов был признан лучшим игроком одесского тура. После четырех побед команда с Дюшор имени Бориса Литвака 2003 года рождения вышла в единоличные лидеры подгруппы 1 по потерянным очкам. Заметим, что не все участники этой подгруппы сыграли поровну матчи. Сейчас подопечные Владислава Янаки провели 12 встреч и имеют в активе 11 побед и лишь одно поражение, кстати, как раз от южненского химика. По два раза проиграли химик и команда киевского спортивного лица интерната, которая, в отличие от участника ответных матчей в Одессе, называется просто КСЛИ. Впрочем, вся борьба в первой группе еще впереди, ведь из необходимых 26 встреч команды провели только от 10 до 16. Напомним, что первые шесть клубов напрямую выходят в стадию плей-офф, а остальные разыграют еще два места в финале в дополнительном турнире. 11 февраля в Киеве определился обладатель Кубка Украины по волейболу среди женских команд. Четвертый раз к ряду этот почетный трофей завоевал южненский волейбольный клуб «Химик», который в финальном матче в трех партиях обыграл своих соперниц из тернопольской галычанки. В первой партии особой борьбы между командами не получилось. Благодаря мощному старту 8-1 подопечный Андрея Романовича без особых проблем довели ее до своей уверенной победы в 25-14. Гораздо поинтереснее выдались два последующих сета, в которых тернопольские волейболистки сумели дать бой шестикратным чемпионкам Украины, достойно уступив них сразу сейф 3 и 4 мяча соответственно. Таким образом, одержав победу в финальном матче Кубка страны, южненские волейболистки пополнили свою клубную коллекцию первым трофеем в 2017 году. У нас 4 сезона, чемпионат четвертый, кубок четвертый, чемпионат четвертый, кубок четвертый. И так чуть не хватило этих игр, мы говорим за сколько лет в первый раз в финале, нема практики игр такого класса уровня. Головная проблема, что мы на голу сильнее за всех, и поэтому каждый раз мотивировать команду перед грою, пояснивать, что нужно все-таки выкладываться на все 100%, это достаточно тяжкая, тяжкая работа самым морально. Поэтому и подчас гри не столько тренер працюет, как тренер, уточнюю какие-то технические моменты тактичные, сколько где-то подгонять игроков, чтобы они не остановились. А так, решта технических и тактических задач, они уже научены настолько, что они практически решают все сами. Помимо самого Кубка Украины, игроки юбинского химика собрали по итогам финальной встречи большую коллекцию индивидуальных наград. Так, в символическую сборную вошли связующая Алла Политанская, центральная блокирующая Инна Молодцова, доигровщицы Екатерина Дудник и Анастасия Чернуха, а также либера Алина Степанчук. МВП финала признана сербская диагональная химика Мина Томич. Этот кубок мы очень легко выиграли, потому что лига, как лига украинская, в этом году очень слаба. Предходные кубки были очень тяжелые, но тоже очень приятно, что последний кубок тут четвертый год, и химик выиграли, я с собой носим кубок. Еженедельник Успорт присоединяется ко всем поздравлениям в адрес волейбольного клуба «Химик» по случаю завоевания юринской командой Кубка страны. и желает, чтобы остаток сезона 2016-2017 годов для наших волейболисток сложился в аналогичном победном ключе. Кстати, уже 16 и 17 февраля подопечным Андрея Романовича предстоит провести домашние матчи очередного тура чемпионата Украины, приняв северодонецкую северодончанку. Начало игр в четверг в Олимпе в 18.00, в пятницу в 12 часов дня. В минувший уекен состоялись ответные матчи стадии 1-8 финала Кубка Украины по футзалу. К сожалению, этот этап соревнований оказался последним сразу для двух одесских коллективов. Команда МКВ прекрасно понимала, что после домашнего фиаско от харьковского локомотива со счетом 1-4, шансов на выход в четверть финал у них практически не осталось. В то же самое время в ответном поединке подопечные Романа Смирнова постарались сыграть в свою игру безо всякой боязни к сопернику. Местами это одесситам удалось, но в целом харьковская команда по праву подтвердила статус одной из лучших в стране, забив ворота соперника четыре безответных мяча, тем самым завоевав путевку в четверть финал этого турнира. Действия команды оцениваю как неплохие. В принципе, мы создали достаточно голевых ситуаций, чтобы забить хотя бы один мяч, но, к сожалению, видимо, уровень мастерства пока не позволяет, скажем так, играть на равных с такими классными командами, как локомотив. Ну, в целом, может быть, качеством игры, как для аматорской команды, я могу быть эпизодами доволен. И мы расценивали эти матчи с локомотивом как неоценивый игровой опыт, игровая практика для наших игроков. Потому что, скажем так, играть с командой экстра-лиги – это совсем другой уровень, совсем другой накал, градус матча, уровень мастерства игроков. Поэтому мы, скажем так, мы были рады в какой-то степени, когда волей жребия нам попался локомотив. Другой наш клуб «Эпицентр Каавангард» гостил в Днепре у местной команды Екатеринослав Клеп. Три недели назад в Одессе подопечные Павла Ардаковского обыграли своих кизовиц со счетом 5-4. Так что в ответном поединке соперникам пришлось начинать практически все с нуля. Первый тайм по счету остался за одесситами, которые завершили его в свою пользу 1-0. После перерыва хозяева площадки сумели восстановить паритет на табло 1-1, что, в принципе, также устраивало нашу команду. Но на последней минуте встречи в воротах Одесского эпицентра побывал еще один совсем необязательный мяч, который оказался роковым для нее. Уступив со счетом 1-2 и завершив серию в нищу 6-6, за счет большего количества мячей, забитых на чужом поле, в четверфинальную стадию Кубка Украины вышел Екатеринослав Хлеб. 15 февраля завершился второй учебно-тренировочный сбор у представителя Одесской области во второй отечественной лиге футбольного клуба «Балканы». В этот день подопечные Андрея Пархоменко вновь отправились в город Тирасполь, где на одной из лучших футбольных баз Европы, крытом стадионе одного из самых титулованных клубов Молдовы местного шерифа, провели тренировочный поединок против лидера дивизии «А» второй команды этого клуба. Увы, но итог этой встречи вновь оказался не в пользу Зарянской команды. На три мяча номинальных хозяев поля футболисты Зарянского клуба ответили лишь одним с 11-метровой отметки, автором которого стал Николай Златов, который в этом матче вышел с капитанской повязкой. После игры с «Шерифом-2» футболисты Зарянского клуба получили три дня отдыха, а уже в воскресенье делегация «Балкан» возьмет курс на Турцию, где команда продолжит учебно-тренировочную работу вплоть до 5 марта. В программе сборов запланировано проведение четырех контрольных встреч с клубами элитных дивизионов Белоруссии, Казахстана и Туркменистана. На футбольных полях с искусственным покрытием учебно-тренировочных баз черноморца в Отраде и по улице Архитекторской состоялись матчи второго тура финального этапа зимнего первенства Одессы. Лидер первой восьмерки, до серии незнавшей горящей поражения футбольный клуб «Люксион», со счетом 1-2 уступил второй команде «Риалфарма», но при этом сохранил лидерство в турнирной таблице. Правда, теперь серебряный призер летнего первенства города делит первую-вторую строчку с футбольным клубом «Атлетик», который в отчетном туре добыл победу со счетом 4-2 над командой «Троицкая». Двоевластие наблюдается и в споре за третью позицию, где к представителям «Риалфармы-2» присоединился коллектив «Соханет», одолевший усатовский хаджибей 3-2. За пятое-шеестое место продолжают вести борьбу «ФК Троицкая» и вторая команда «Жемчужины», которая капитулировала перед кадетами черноморца 2-4. Этот принципиальный успех позволил морякам подняться на седьмую позицию, обойдя на два пункта усатовский хаджибей. В турнире команд оспаривающих места с 9 по 16 или, как его еще называют, «Кубок надежды», пилотон-команд-участниц возглавил футбольный клуб «Черноморск», разгромивший главного аутсайдера турнира команду «Лекс» 9-1. Порадовали в этом туре своих наставников и футболисты из «Дюшор Черноморец», которые забили пять безответных мячей в ворота морской академии, также пока не набравшие ни единого очка на турнире. «Черноморская копейка» минимально одолела команду «Витязь» 1-0, а в «Малом Зарянском дерби» «Балканы-2» разошлись миром с «Заревой» 0-0. Игры третьего финального тура, который станет последним перед матчами плей-офф, в зимнем первенстве Одессы пройдут 18 и 19 февраля. Этой информацией мы и завершаем нашу с вами сегодняшнюю встречу. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!